Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно с помощью бактерий, которые находятся в окружающей среде, существенно улучшить состояние растений, которые вы выращиваете в огороде и в саду. Многие растения вступают в дружество с бактериями. Всем известный пример – это клубеньковые бактерии на бобовых. Однако эти бактерии очень-очень специфичны и вступают в такое содружество только с бобовыми растениями. Как же заставить микроорганизмы, где их взять из естественной среды, не прибегая к покупкам каких-то специальных препаратов, и для того, чтобы они обеспечивали наши растения и защитой, и стимуляцией, и азотным, например, питанием, и фосфатмобилизацией. Одним из ценнейших растений, которое привлекает очень-очень важные бактерии, которые являются прекрасным помощником для нас, таким растением является ольха и облепиха. Об ольхе мы уже говорили, а вот об облепихе поговорим впервые. К своим корням облепиха привлекает такую бактерию из актиномицетов. Актиномицеты – очень разнообразная группа бактерий, и большое их содержание является очень благоприятным для роста и развития большинства растений. Хотя среди актиномицетов имеются и патогенные виды, например, одна из бактерий этих актиномицетов вызывает обыкновенную паршу картофеля, но под облепихой вы ее не найдете. И в земле для выращивания рассады томатов, перцев, огурцов, баклажан, там всего цветов каких-то, там она не навредит, даже если вдруг туда и попадет. Облепиха привлекает к себе актиномицетов, которые способны фиксировать молекулярный азот. Таким образом, она обеспечивает себя азотным питанием даже на очень бедных, даже скалистых почвах. Именно поэтому она вполне способна там существовать. Если на вашем участке или где-то поблизости растет облепиха, в этом случае возьмите из-под облепихи, особенно из-под старых экземпляров, где-то с глубины от поверхности почвы и до глубины 20 сантиметров, возьмите землю и пару горстей на ведро другой земли будет прекрасным способом обогатить почвенную смесь вот этими самыми азотфиксирующими актиномицетами. Но при привлечении актиномицетов к работе на благо своего огорода, надо помнить, что, к сожалению, многие другие бактерии, ну, к счастью, к сожалению, но так природа устроена. Многие бактерии обладают большей жизненной силой, большей способностью к росту в таких вот субстратах, которые мы готовим для выращивания растений, нежели чем вот эти полезные актиномицеты. Для того, чтобы простимулировать рост актиномицетов, будь то в почвенной смеси, которую вы готовите для выращивания рассады, или будь то в огороде где-то, например, возле плодовых растений, возле ягодников или в огороде, в этом случае их нужно немножечко подкормить. В отличие от многих-многих-многих почвенных микроорганизмов, актиномицеты способны к разложению широкого спектра трудно усвояемых, труднодоступных другим бактериям субстратов. К таким субстратам, например, относятся целлюлоза и крахмал. В этой связи обогащение почвенной смеси крахмалом является очень-очень ценным для стимуляции развития актиномицетов. Между прочим, те, кто читают внимательно инструкции к различным препаратам по защите растений, может быть помнят это название актиномицеты, потому что на основе этих самых актиномицетов созданы такие препараты, как актофит и фитоверм. Естественные выделения актиномицетов и являются действующим веществом этих препаратов. Поэтому стимуляция роста развития актиномицетов очень-очень важна. Где же взять крахмал и сколько его надо? Ну, конечно, можно взять столовую ложку обыкновенного картофельного или кукурузного крахмала, добавить на ведро почвенной смеси, предназначенное для выращивания, например, рассады, перемешать это все как следует, и этого будет вполне достаточно. Однако экономные садоводы-огородники могут прибегнуть к другому способу, очень простому. Необходимо собирать и сушить первое. Картофельные очистки. Это самое лучшее, что вы можете предложить для роста и развития ценных актиномицетов в почве. Ведь картофельные очистки содержат не только крахмал, но также и клетчатку, которая будет недоступна многим бактериям, а как раз актиномицетам будет очень доступна. Когда вы готовите почвенные смеси, не поленитесь. Возьмите стакан сухих картофельных очисток, измельчите их, ну или можете измельчать их на уровне, когда они еще сырые, перед тем, как их сушить, и внесите такой большой, прям полно набитый стакан этих картофельных сухих очисток, в почвенную смесь. Вы можете использовать также и влажные очистки. В этом случае возьмите их в 4 раза больше по объему, то есть примерно литр на 10 литров почвенной смеси. И возьмите туда горсть, две земли из-под ольхи, а еще лучше из-под облепихии. Не бойтесь, что на почвенной смеси может появиться немножко плесень, что эти кусочки могут заплесневеть, а также может появиться такой немножечко болотный запах, такой как бы с кисловатой земли, ну вот болото, то что называют. Этот запах как раз будет означать, что у вас начали развиваться актиномицеты, и для них созданы самые благоприятные условия. Поэтому ольха и облепиха являются большими друзьями всех огородников, а также не забывайте собирать картофельные очистки, а также другие субстраты, богатые крахмалом. В этом случае вы при внесении этих же самых картофельных очисток в огород, в лунки при посадке тех же томатов и прочих растений, выращиваемых рассадой, или при перекопке, только не под картофельные грядки, потому что как раз с кожурой картофеля вы можете занести туда каких-то патогенов именно картофеля. Вот используйте эти сухие субстраты, собирайте их всю зиму, сушите для того, чтобы впоследствии с весны вносить в гряды. Обычно одного литра вот таких сухих очисток на квадратный метр грядки вполне достаточно, или большой столовой ложки на одну лунку при высаживании томата или других овощных растений, вполне достаточно для того, чтобы вызвать активное развитие актиномицетов в зоне роста корней. А ведь они обладают и высокой антибиотической активностью. Вспомните такие антибиотики, например, как стрептомицин, которые добываются из актиномицетов. Они способны отгонять вредных нематод, которые переносят значительное количество различных заболеваний. Они способны бороться с почвенными, в том числе вредителями, и выполняют массу-массу других функций. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!